Добрый вечер, в прямом эфире студия репортер, меня зовут Константин Гречаный. Вчера появилось заявление профильного министра Насалика о том, что Украина отказывает Газпрому в транзите газа на уровне 10-15 миллиардов кубометров в год, что тысяч кубометров в год и готова пойти на транзит только 35-40 миллиардов и новый виток газовой войны. Что будет с транзитным потенциалом Украины и как это отразится на цене на газ для потребителей, мы сегодня поговорим с нашими экспертами в студии. К нам сегодня пришли экономисты Сергей Якубовский, Александр Орлов и Владимир Максимович. Добрый вечер. А у вас, уважаемые телезрители, мы сегодня, собственно, и спрашиваем, ожидаете ли вы повышения цены на газ, ну, соответственно, уже со следующего отопительного сезона. Если ожидаете, телефон 784-80-81, если не ожидаете, 784-80-82. Владимир Ярославович, как вы считаете, вот вчерашние заявления, да, что отказ от транзита 10-15 миллиардов, что Украине это невыгодно. Это больше политические заявления или Украина действительно готова отказаться от транзита российского газа? Это политическое и глупое решение, потому что, знаете, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Для того, чтобы труба была рентабельная в газотранспортной системе, нужно 38-40 миллиардов кубов прокачивать в год. Но если нам дают 10, то давайте будем благодарны хотя бы этим 10. Если мы вообще откажемся, не будет вообще ничего. Отдает ли себе отчет насалок, что это будет сильнейший удар по экономике Украины? Почему? 3 миллиарда долларов каждый год Украина получала от прокачки там 80-90 миллиардов кубов. Глава нефтегаза, глава нефтегаза, я прошу прощения, Кобелев, заявил, что 3,5 миллиарда в год будет терять украинская экономика в случае отказа. Это страшный удар, от которого экономика поправиться не сможет. Мы 2-3 миллиарда просим кредита, а здесь живые деньги. Кроме того, другого газа мы не найдем. Я думаю, что к этому нужно отнестись очень серьезно. Правительство, СНБО должны сесть прямо сегодня и подумать, что мы будем делать, если действительно не будет прокачки через эту трубу. Это серьезнейшее, это сверхсерьезнейшее, это даже серьезнее, чем потеря Крыма и Донбасс. Это 120 тысяч рабочих мест обслуживают эту трубу. То есть это не просто шутки. Популистки говорят, ну тогда мы отказываемся от 10. Она что, будет вообще пустая? Нет. Надо привлекать европейских друзей, европейских потребителей, договариваться с Миллером, договариваться с Россией. 50, ребята. 10, спасибо. 50, мы вам будем очень благодарны. Вот такую позицию нужно занимать. Нельзя подставлять экономику Украины и все население под жесточайший удар потери 3,5 миллиардов долларов каждый год. Но смотрите, это же идет все-таки политическая игра в том числе. Многие эксперты утверждают, что транзит через украинскую ГТС выгоднее, чем через северный поток. То есть Россия опять же тоже действует себе ущерб для того, чтобы, скажем так, воздействовать на Украину. Гриша, во всем мире, в Европе действует правило. Политика это концентрированное выражение экономики. То есть они говорят business as usual. В России это правило не действует. Для них политическое решение важнее любых экономических стимулов. В данном случае политическое решение Путина задавить Украину превалирует над всеми потерями, которые они несут в экономике, в бюджете, в отсутствии кредита, в отсутствии технологий, в тех санкциях, которые принимают. Они очень сильно страдают от этого и населения, и экономика России. Но пока Путин президент, он будет давить до конца. Ему важнее уничтожить Украину как субъект. Вот главная цель, которую он перед собой ставит. Они ни перед чем не остановятся. Вот об этом надо помнить. И тогда, исходя из этого, выходят и экономические предложения, экономические решения. Нам нужно выжить. Выжить. Вот все. Александр Витальевич, ваше мнение. Ну, Владимир Иславович так все сгустел. Во-первых, мы давно боролись. Я вот не понимаю, в чем проблема. Мы все эти годы, 4 года, мы говорили, что мы отказались от российского газа. Вот 4 года нам все, значит, политики, руководители наши говорили о том, что нам российский газ не нужен, у нас все хорошо. В итоге, через 4 года оказывается, что мы не можем жить без этого газа. Ну, вот логика в чем? Юмор такой. А кто говорит, что мы не можем жить? Вот заявление просто, кого я как-то мне не попадаю. Ну как, если мы боремся за 40 миллиардов прокачки через... Ну, мы говорим о транзите, а в данном случае речь шла о поставках. Григорий, подождите. Это все равно. Это, понимаете, я не хочу так углубляться в тему яиц пасхальных, да? Какой вид из этого. Это то же самое. Это, знаете, как вот... Я бы понимал, что если бы мы боролись, чтобы через нашу страну не проходил такой вражеский трубопровод. А тут мы боремся за то, что вражеский газ остался у нас на территории. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому это вопрос политиканства. И вот я тут согласен полностью с Владимиром Руслановичем. Вот в экономике и в содержании, будем так говорить, народа, не должно быть каких-то политических заангажированностей. И если это выгодно, то надо это делать. А не становиться в позу для того, чтобы... Мы же судились с «Газпромом», да? Судились, что-то выиграли, что-то проиграли. Мы об этом поговорим сегодня обязательно отдельно. Значит, но итог стал разрыв, процедура разрыва отношений. Что мы хотели? Мы этого добивались. Мы добились. До 4 года нам говорят о том, что СПГ, газ, как уголь с Пенсильванией, он заменит все наши проблемы. За 4 года мы не то, что даже не сделали ни одного шага в деле постройки СПГ-терминала в Порту Южном, который каждый год рассказывали нам, будем так говорить, сказки, что он будет строиться. Мы даже с Турцией не смогли договориться с нашим, как заявляет наше руководство, партнером и другом о проходе через Босфор газовозов, не говоря уже, что мы ни копейки не хотим вкладывать в строительство этого терминала. Понимаете, вот я так понимаю, что некоторым, не населению, а некоторым тот, кто... Понимаете, у нас вся элита Украины за 27 лет взросшена на этой трубе. Все к ней как присосались, вот так с нее до сих пор и сосут. Это такая же схема, как Роттердам плюс покупка угля за непонятную цену. Точно так же вот эти покупки газа в Польше, в Словении и так далее, которые проходят через удобные компании и платят за это простые украинцы. Теперь о цене на газ для населения. Она не в зависимости будет высокой, вне зависимости, будем мы прокачивать газ в Европу, не будем. Все одно для населения будет плохо, потому что это требование не Украины или России или так далее. Это требование Международного валютного фонда. Поэтому у нас газ будет, значит, самый дорогой, скорее всего, в Европе. Самый дорогой в Европе. И это требование МВФ. Значит, требования МВФ могут измениться в соответствии с изменением цены, правильно, на импортный газ. Да ничего подобного. Они уже сказали, что доэкономически выгодны. У них определенный протокол есть, по которому они работают, и никакого изменения не будет. Они что-то за 4 года ничего не меняли. Теперь по вопросу, кому выгодно, не выгодно. Северный поток-2 строит не одна Россия. Строят немецкие, итальянские и датская компания. Они вкладывают свои средства. Почему он проходит Еврокомиссию? Потому что требования к энергопакету третьему в Европе соблюдены. Там участвуют 3 западные компании, которые строят этот газопровод. И я думаю, что они там деньги считать умеют. И цена на газ для Германии при строительстве Северного потока была самой низкой. Но так как объемы у немцев значительные и стабильные, то выгодно напрямую торговать с ними. Поэтому, когда спрашивают канцлера Германии, она на все вопросы отвечает, нам экономически выгодно. Им все равно, наше положение не интересует. Им интересует положение своих немцев. Европа не хочет быть заложниками конфликтов между Украиной и Россией. Но дело в том, что строительство трубопроводов в обход Украины, безусловно, лоббирует Российская Федерация. Именно она была инициатором, несмотря на то, что это дороже, чем транзит через украинскую ГТС. Я говорю, Константин. Константин, я прошу прощения. То есть Россия добивается того, чтобы... Это политические заявления. А мы должны руководствоваться в ответ экономическими интересами. Понимаете, в чем дело? Значит, первое, когда, я еще раз повторю, в него вложены деньги европейских компаний. Точка. Они бы не вкладывали деньги, если бы это было им экономически невыгодно. Это раз. Значит, теперь второе. Когда мы говорим о том, что... Мы же знали об этом. Мы давно воевали. Мы, начиная с 2004 года, проводили войну насчет этого газа. И каждый год, с 2004 года, почти каждый год, Европа собиралась, если помните, вот эти посиделки, Еврокомиссия, все прочее, и разруливала наши там вопросы с Россией, с поставками, транзитами и так далее. Ну, понимаете, наверное, уже это надоело. Поэтому, говорить о политическом вопросе, да, и политический, и экономический, и как хотите. Тем более, есть пример Болгарии. Болгария под нажимом отказалась от Южного потока. Сейчас что в стране? Я уже не говорю, значит, обратились опять они к Болгарии, к России, давайте возобновим, будем строить Южный поток. Смешно. Значит, другие страны заинтересованы в этом. Теперь по прокачке... Давайте, Сергей Алексеевич, дадим отреагировать, да, пожалуйста. Спасибо, что это очень интересная дискуссия. Ну, я бы, во-первых, посоветовал телезрителям, конечно, звонить по телефону, где сказано, что будет повышение цены. И я вот согласен в том, что цена на газ никакого отношения к так называемому конфликту газовому между Россией и Украиной не имеет. Никакого конфликта нет. Понимаете? Во-первых, вот вы ссылаетесь на человека, который занимает постом министра энергетики. У нас в украинском политике сейчас ни одного нет профессионала, который бы по своим качествам мог бы занимать этот пост. Там только политики. Поэтому, в принципе, что брать Гройсмана, да, у него даже нет высшего образования, он был директор мещевого рынка, но он премьер-министр, да. Его задача — делать политическое заявление. Он в экономике вообще ничего не понимает. Ну, не учился, понимаете, человек. То есть он в экономике разбирается, например, мы с вами в японском языке, да, если с нами по-японски, значит, вы говорите, мы поймем, ничего не поймем. Так и с вами Гройсман. То же самое вот этот товарищ, которого вы ссылаетесь. Они политики. И поэтому здесь конфликта, во-первых, никакого нет. Заявление министра, оно политическое. И как раз Россия, она делает экономическое заявление, потому что власть Путина, она основана на его сотрудничестве с российскими олигархами. Им очень важны деньги за газ. И Россия здесь вынуждена строить потоки, потому что Украина, к сожалению, показала себя как ненадежный партнер. Да, я понимаю, да, есть политический конфликт, есть военный конфликт. Но если говорить об экономических взаимоотношениях, Украина постоянно нарушает договора с Российской Федерацией. И поэтому с экономической точки зрения лучше... Ну, а примеры можете привести, где Украина нарушает договоры с Российской Федерацией? Ну, я могу сказать, последние два года официально... Суд мы выиграли. Какой суд мы выиграли? Арбитражный, стокгольмский. Ну, стокгольмский суд имеете в виду, да? Да, безусловно. Там, безусловно, есть встречные моменты, да, но по большому счету глобально Украина выигрывает. Это согласитесь. Глобально мы просили 16 миллиардов. Еще раз, потому что был контракт, да, давайте говорить честно. Был контракт до 2019 года, он существует, да, по которому Украина обязалась закупать, там, по-моему, не менее 40 миллиардов кубометров у России газа. И по 400 долларов. Да, и даже цена была зафиксирована, там, и так далее. Украина в последние два года вообще не закупает газ. Почему стокгольмский суд встал на сторону Украины? Потому что, ну, вот такая ситуация, разваливается страна. Вот был аргумент, какой Украина. Мы не закупаем газ. Ну, знаете, обвинять стокгольмский суд в неправосудном решении. Я могу обвинять, да, потому что я экономист международный доктор экономической наук. Да, то, что сделал стокгольмский суд, он навредил сам себе. Ну, тогда можно не доверять уже вообще ни одной судебной институции. Ну, послушайте, есть же какие-то авторитетные органы. Но, к сожалению, вот, к сожалению, что вы просто знали, да, вот поставил крест на себе этот стокгольмский суд этим решением. Потому что он совершенно неправой. Любого юриста спросите, не скажут, что было асимметричное решение. Оно было политическим тоже. Теперь дальше. Почему цена вырастет? Да, формально это МВФ требует роста цен. Но на самом деле, неформально, это украинские олигархи требуют постоянного роста цен на газ. Почему? Да потому что, вы знаете, что у нас, оказывается, импортируется так называемый европейский газ 67 компаниями. Вы слышали хоть про одну из них? Кроме нефтегаза. Это все офшорные, извините меня, прокладки, через которые газ не поступает в Украину на самом деле. На самом деле, это украинский газ, который себестоимость которого 3-3,5 тысячи гривен, а он всем продается, как импорт, за 7 тысяч гривен. Двойная цена. Передачный тегас. 6-800. 6-800 там. Да, да. Я давал возможность продолжить. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, и вы продолжите. Да. Добрый вечер, вы в эфире. Ого, Олег, не наслышно? Да, да, да. Говорите, представьтесь только. Меня зовут Чапаленко Валерий Леонидович. Я хочу сказать, что никаких игров нет. Идет просто целенаправленный экономический и политический разворот страны. Сейчас у нас в стране идет подготовка гражданской войны с переходом на 3-ю мировую. Как вам это будет не странно, но очаг возгорания находится у нас на Украине. Я взглянулся с Катером Порошенко, Арсением Левциньком и Александром Турчиновым. Первая статья 3-й мировой войны была назначена на 14 мая 2014 года. Вспомните наше 2 мая. Это все серьезно, это все заявляет официально пост, и не на меня подвинутся. Они знают, кто это. Наверное, господин Греча, мы тоже знали в стране. Я уже звонили в первый раз. Теперь все мы видим, что эти все будут бригады, которые уходят по городам. Говорим, выявленные и дружные. Это все же подготовка гражданской войны с переходом на 3-ю мировую. Вспомните нашего господина Саакаши. Его вытянуты из страны буквально через день, когда я написал письмо на имя начальника СБУ города Одессы. Кстати, господин Греча, я по поводу этого письма, по поводу этой информации звонил вам и в вашей студии. Это еще можно было бы вышвырнуть из страны в начале января. Но ваша студия не захотела меня выслушать. Сказали, что для вас черное это белое, а белое это черное. Ну, честно говоря, я просто не в курсе этой истории. Давайте сейчас у нас эфир на другую тему. У вас есть вопрос или нет? А это как раз идет и эта тема. А теперь скажите 2-3-2. Какое дело МВФ до цены нашего газа? Какое дело Соединенным Штатам Америки до ее декларации наших патриотических районных газов? Я понял. Все, спасибо за ваш вопрос. Ну вот вопрос прозвучал, да? Какое дело Соединенным Штатам и МВФ до цены, да, пожалуйста, и... Да, я вот концептуально, я согласен с тем человеком, который звонил. Почему? Потому что, понимаете, Украина за последние 4 года набрала огромное количество долгов. Вот отношение государственного долга к ОВП, когда убегал Янукович, было 40%, сейчас больше 80%. И с 2019 года надо отдавать по 10 миллиардов долларов. Ежегодно. Ежегодно. Поэтому, я думаю, что либо напрямую, либо косвенно, руководство страны заинтересовано в том, чтобы заявить. Но ситуация такая плохая, что откуда мы возьмем деньги, и я надеюсь, что, конечно, прогноз не подтвердится. Теперь дальше, по поводу нефтегаза Украина. Очень интересная компания. Вы знаете, сколько получает директор этой государственной компании? Более миллиона гривен в месяц. Более миллиона гривен зарплата, да. Вы знаете, что самая должность простая там, секретарша, 42 тысячи гривен начинается. Государственная компания. Вы знаете, что эта компания, формально говоря, она приносит прибыль 25 миллиардов гривен в год. А если учесть субсидии, которые потом возвращаются из бюджета компании, то она убыточна где-то на 35 миллиардов гривен. Вот почему эта компания существует? Потому что благодаря этой компании, вот те схемы, которые используются украинскими олигархами, когда украинский газ, который не допоставляется населению, у нас 20 миллиардов гривен. Зачем она вообще нужна? Большой вопрос. Для того, чтобы она прикрывала. Функционально. Потому что если вдруг кто-то сюда залезет и увидит, как на самом деле распределяется украинский газ, на самом деле, почему нефтегаз Украина увеличила импорт газа из Европейского Союза в 2017 году? Почти на 40%. Почему? Если у нас действительно цена выросла, люди стали меньше потреблять. Потому что по бумажкам якобы импортируется газ. Реально это украинский газ. И реально тут сверхприбыли. А теперь касательно МВФ. Понимаете, МВФ, как и Соединенные Штаты Америки, они сейчас стали на тропу войны с Россией. Во многом, во многом их опасения объективны, потому что действительно, 2014 год, захват Крыма, война на Донбассе. Здесь я полностью солидарен с теми, кто осуждает действия России и Путина. Но теперь они уже используют любые средства. Кто-то отравил там двоих человек в Англии, Россия зло, давайте будем давить. И главное средство борьбы с Россией, это сейчас Украина. И в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский Союз, несмотря на заявление, они лгут. Они заинтересованы в коррупции в Украине. Потому что украинские коррупционеры, которые зарабатывают на том же газе, они деньги где держат? В Украине? Нет, они знают судьбу Януковича и знают, что они тоже скоро не останутся в Украине. Они держат в Европе и в США. А это самая лучшая удавка. Потому что то же Федеральное бюро расследований прекрасно знает, сколько у президента, у премьер-министра за рубежом, какие суммы. И один звонок, и эти люди будут выполнять любое требование, потому что там у них миллиарды. Понимаете? Если эти миллиарды будут арестованы, то они повторят судьбу Лазаренко, когда человек остался практически без всего. А таких человек 10-15, главных людей в Украине, которые контролируют все, и нефтегаз, и все остальное. Поэтому цены будут расти, и, к сожалению, наши так называемые партнеры в Европе и в США будут заинтересованы в этом. И население уж, извините, будет страдать. Константин, один такой факт. Вот наша компания, одна из частных компаний, которая разрабатывает шаблинское месторождение, один из соучредителей, член наблюдательного совета этой компании, нашей, украинской, сын бывшего вице-президента США Байдена. О чем речь? Вот в чем, да. О чем речь? Вот смотрите, давайте о цене для населения, что в принципе больше всего волнует население, потому что это касается каждого напрямую. Вот, Владимир, ну вот, анализируя факты, заявление Гройсмана во время показа в два раза, что это железно самое последнее, что Украина увеличивает добычу. Каждый год огромные деньги вкладываются в энерго. И при этом мы вот сейчас сидим, обсуждаем, что повышение цены на годится абсолютное, абсолютное большинство экспертов. Я сейчас и наши телезрители. Вот почему так происходит? Деньги действительно вкладываются в добычу. Я бы хотел сначала ответить на вопрос, который задал МВФ американцам и Европе до цены на газ в Украине. Да, в принципе, им до одного места какая у нас цена. Но они кредиторы. Мы им должны 80 миллиардов долларов. Любой кредитор хочет понять, способны ли мы вернуть эти деньги, если они видят, что у нас разворовывают миллиарды. Если у нас субсидии 80-90 миллиардов на это самое. Они говорят, не, ребята, вы затяните пояса, чтобы мы видели, что вы способны нам вернуть наши кредиты. Иначе больше не дадим. Это первое. Второе. Вот я начал, так сказать, в начале об одном. Хочу дополнить. На сегодня сильно надеяться, что нам поможет Европа с газом, с газовой проблемой или Америка. Не стоит. Почему? У них принцип «business as usual». То есть обычный бизнес. И сегодня европейский бизнес, американский, очень страдает от сворачивания деловых отношений с Россией. Огромнейшие рынок они потеряли. Они несут огромнейшие экономические убытки. Просто колоссальные. Поэтому Маргарет Тэтчер бизнес немецкий давит. И говорит, ты можешь иметь там свое мнение как канцлер, но ты должна отстаивать интересы нашего немецкого бизнеса. Мы хотим торговать с Россией. Поэтому понять Меркель и европейских партнеров можно. Что должны делать мы? Мы должны понять, что рано или поздно с газом у нас будут проблемы. Не будет у нас российского газа, к примеру. Что нужно сделать? Нужно привлечь сюда компании Shell, Texico, другие, которые добывали бы наш газ. У нас разведано достаточное количество газа в Украине для того, чтобы обеспечить свои поставки. Просто они на больших глубинах залегают. Это шельф Черного моря, Одесское месторождение. Это другие у нас есть. Надо сегодня срочно привлечь бизнес на разных условиях. На условиях раздела продукции. Из продукции пригласили компанию. Об этом нужно думать. И последнее. Меркель, чтобы она поддерживала. Когда 1.9 года по 1945 год, они спрашивают, а за что вас посадили? Вынесли слово Божье. В этом году меня говорит Господь Бог наказал. Когда гестаповцы пришли к моему соседу, кому не молчал. К демократу промолчал. Потом была ночь этих самых хрустальных, хрустальная ночь. Евреев забирали. Пришли забавлять соседа еврея. Я промолчал. И когда пришли в конце 1939 года, никому за меня было заступиться. Так вот Меркель понимает, что если сегодня она не поддержит Украину, может прийти время и Германии. Тут солидарность должна срабатывать. Александр Витальевич, скажите, по вашему мнению, вы говорите, что Украина, допустим, инициатива ухода от российского газа исходит от Украины. Но смотрите, мы после... Ну хорошо, не будем говорить, что Украина выигрывает суд. После этого Россия инициирует расторжение контрактов. Ну, смотрите, стокгольмский арбитраж, вот я согласен, если внимательно читать, он согласился вот с этой маржой 3 миллиарда, там 2,9 миллиарда. Значит, мы заявляли то ли 16, то ли 18. По сути, это... Причем, действительно, решение стокгольмского арбитража гласило о том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в Украине, это вообще нонсенс. Значит, надо вы... Хорошо. Можно нарушить договоры, понимаете? Даже если, даже если предположить, сейчас там подано, Россия выплачивает 3 миллиарда, это не такая большая сумма для Газпрома, 3 миллиарда выплатят. Нам надо отдать России долг в 3 миллиарда. То есть мы разойдемся, что? По нулям. Но, как говорится, вилки, ложки нашлись, но осадочек остался. Дальше идет расторжение и заключение его на новых условиях. У нас же проблема в чем? Когда мы... Россия имеет право в одностороннем порядке расторгнуть... Она процедура предусмотрена в Стокгольме. Это все прописано. А эта процедура займет, по-моему, полтора-два года. К 20-му году она как раз наберет, значит, то есть когда закончится строительство турецкого потока и северного потока. Это же все продумано. Это не говорю вот с такой... Понимаете? Я согласен, вместо того, чтобы наши руководители... Чаские заявления, они дали на благо Украины, несмотря на все... Я как-то... На танке Т-34 надо было сделать башню, и не было станка. Купили в Германии. Понимаете? Это в годы. Второй... Поэтому вот тут, когда стоит выживательство... Ну, я не согласен с Владимиром Ярославовичем о том, что мы там уже подарили шельф острова Змеиный в свое время. Мы потихоньку... Нашим друзьям из Европы. Да, нашим друзьям из Европы. Поэтому нам надо... Значит, мы уже уничтожили нашу ракетную, авиастроительную промышленность и так далее. Поэтому я даже не знаю, на чем там мы развивать это будем или что-то мы будем делать. Я хочу сказать, как депутат городского совета. Вот эту зиму, вот эту зиму, городской совет выжил на грани. У нас уже была серьезная ситуация. В последние месяцы ввели в детских садах, школах ограничения. Мы просто доживали там, считали наши газовики последние дни, когда можно отключить. Почему 1 апреля и быстренько отключили и так далее. Потому что у нас уже создается дефицит газа для населения. Понимаете, да? И это просто интенсивной добычи на вновь разведанных месторождениях уже не спасет. Надо искать... Ну, я сейчас не хочу там даваться подробностей, что нам надо делать. Но у нас мы должны понимать, что у нас большая проблема на следующий год существует. Поэтому искать надо пути. И, кстати, из-за чего вообще с «Газпромом» начались вот эти все качели? Потому что цена на газ, мы говорили, у нас правительство Тимошенко заключило не кровавый диктатор Ренукович, а правительство Тимошенко, которую сейчас по рейтингу вроде бы мы изберем, должны там, многие говорят, президентом. Она заключила договор по 400 долларов за 1000 кубов. Из-за этого мы сказали, что это несправедливо. Цена нефти упала, формула, все. Значит, снизилась цена на газ для Украины из-за падения цен на нефть. Мы праздновали победу, но при этом мы выставили счет на увеличение стоимости транзита. То есть, с одной стороны, цена на газ падает, а цена на транзит возрастает. Но такого не может быть. То есть, так был прописан договор? Нет, договор был привязан к формуле. И вот формула... Правильно, поставки только, но не транзит. Ничего подобного. Транзит тоже 2, 1. Да, он привязан, транзит на отдельный договор, он привязан к цене на газ. Поэтому мы сами начали вот этот взяли, мы захотели... Знаете, как вот... Мы же для чего? Вот вы приходите в магазин и покупаете булку, выбираете, ну там, уходите, выбираете булку. Значит, вас основная, вы выбрали там, ну, там, запустим, 3,50. К вам подходят, говорят, нет, дорогой Кольцет, возьмите. Вот что... Вы будете возмущаться, происходит за вам рынки... У меня осталось, вот, Сергей Алексеевич, в связи к вопросу, чтобы терпеть до определенного времени, ну так, а почему нет. Что это экономическая форма ли тарифа? Люди, социальный взрыв, если я им скажу, так МВФ. Зачем мы тогда вкладываем огромные деньги в газообъяющие технологии, если все равно рост у обывателя? Назвали обывателя, по-моему, центра проголосовали за Порошенко. Поэтому это, как раз, свидетельствует на выборах президента, к сожалению, об интеллектуальном потенциале нашего населения. Вот то, о чем говорит министр и премьер-министр, и президент, как раз, основан, как раз, направлено на население. К сожалению, у нас экономическая грамотность населения крайне низкая. Понимаете? Иначе бы олигархами избрали президента в нищей стране. Люди бы понимали, что, да, чем богаче президент, тем беднее население. А у нас проголосовали за него. Понимаете? Поэтому население, к сожалению, экономически безграмотное в Украине. Большая часть. И поэтому, как раз, рассказывают, это Россия виновата, это МВФ заставляет. А люди верят. Понимаете? Поэтому и говорят. Как вы думаете? Для чего это все от министра вчера рассказал? Ничего не поменяется в ближайшие два года. И опять-таки Украина здесь ни при чем. Есть Европейский Союз, который получает российский газ. Попробуют Украину перекрыть эту трубу. Опять-таки перекроют каналы вывода денег из Украины и заберут эти деньги, которые там уже миллиардов 200 скопили. В Европе и в США, в украинской ольгархии. Поэтому послушайте. Украина делает вид, что она на что-то влияет в транзите газа. Просто делает вид, типа, мы же такие великие, мы. На самом деле и США, и МВФ, и Европейский Союз влияют на ситуацию в Украине по много раз больше, чем тот же президент. Он делает вид, что он президент. Он говорит, хорошо, ты президент, но ты слушаешься нас. И поэтому ты президент. Если ты слово... Вот говоря сейчас про Тимошенко, да? Какая есть информация? Тимошенко летала в США. И вот если США поддержит ее кандидатуру, она станет президентом Украины. И это правда. Я напомню, что мы работали в прямом эфире. Результаты нашего интерактива вы можете видеть на экранах. Оставайтесь с нами. Далее новости.